Дорожники приступают к укладке первого слоя асфальтобетона. Горячим его распределяют на размеченную площадку. Александр Шальнев приехал в Крым из Омска в 2018. Уже второй год строит главную транспортную артерию полуострова. Если ты знаешь свою работу, то везде одинаково. Разницы нету, что там, что здесь, везде. С помощью пульта машинист руководит рабочим процессом. Трамбрус, выглаживающая плита, чтобы асфальт выходил ровный. Это шестой этап трассы Таврида. Путепровод строится в составе транспортной развязки. Она позволит с легкостью добраться до сел Железнодорожная, Тургеневка, Танковая и Сирень. Строительство Тавриды – это строительство дороги протяженностью более 250 километров, которая идет от Керчи до Севастополя. Тут везде своя специфика, везде разные участки. Путепровод состоит из двух раздельных семипролетных сооружений. Железная дорога, над ней мост, максимальная высота этих колонн – почти 16 метров. Это самый длинный путепровод по Тавриде – почти 400 метров. Левая сторона готова под укладку, направо идет подготовка к бетонированию плиты проезжей части. А здесь со скоростью 140 метров в час рабочие распределяют мелкозернистый асфальт. Быстрыми движениями рабочие скрепляют арматуру. Расстояние между ними должно быть 10 сантиметров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы не распозвалась арматура. Так метр за метром скоро можно будет проехать и по этой части дороги. Движение по ней, как и по всей Тавриде, планируют открыть в сентябре. Транспортная развязка готова на 85%, путепровод – на 75%, а общая готовность всей трассы – 87%. Альма Соблакимова, Арсен Фукала, Телеканал Миллет.